Итак, в Москве 17 часов 4 минуты, и мы начинаем наш бизнес-класс. Сегодняшняя тема – работа в компании или собственный бизнес. Тема достаточно, на мой взгляд, интересная. В студии у нас Дмитрий Шашкин, совладелец и генеральный директор интернет-гипермаркета WallStreet.ru. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Дмитрий, соответственно, совладелец, то есть будет представлять, ну, как я надеюсь, по крайней мере, сторону человека, который ведет собственный бизнес. И Артур Авдеенко, директор персонала компании Cetronix. Добрый вечер, Артур. Здравствуйте. Артур, соответственно, представляет большую компанию с множеством людей, с множеством наемных рабочих, ну, и, собственно, сам является наемным сотрудником. Традиционно первую часть мы начнем с обсуждения текущих новостей, актуальных нот. Из того, что я сегодня заметил, это история с Apple. Apple против Samsung продолжается. Во-первых, сегодня с утра была новость по поводу того, что Apple снизил заказы чипов Samsung для новых iPhone, для новых iPhone 5. И чуть-чуть позже вышла новость, что Samsung, в свою очередь, не будет поставлять чипы для первых партий iPhone из-за разногласий относительно цены. То есть продолжается какая-то вот такая пикировка. Артур, ну, что думаете, то есть вот в последнее время, мне кажется, что Apple – это уже компания, которая перестала быть инновационной, и начались, собственно, уже такие, как бы, разногласия с другими компаниями, то есть попытки заработать денег не на инновациях, а именно на каких-то патентах, то есть на том, что уже было сделано когда-то, попытки монетизировать это все и дальше, как вы считаете. То есть у вас, я так понимаю, компания также занимается чипами, поэтому вы немножко должны быть в теме вот этих всех вещей. Ну, это не впервые в истории Apple. В истории Apple были еще патентные войны. На мой взгляд, все же Apple остается одной из ведущих инновационных компаний, безусловно. Но и Samsung в этом смысле от Apple не отстает. В этом, наверное, и причина этих войн. Я же одинаково благожелательно отношусь к продукции, безусловно, логичной продукции и той, и другой компании. То есть вы не аппаратет Apple, допустим? Ну, скажем так, я пользуюсь девайсами и той, и другой компании. И сожалею, собственно, этих разногласий как пользователя. Но причем они же, эти две компании, они партнеры в какой-то части бизнеса, то есть в части поставки чипов. И в то же время одна компания начинает судиться со второй компанией из-за какой-то интеллектуальной собственности. То есть довольно странное поведение. Дмитрий, что скажете? Я думаю, что если бы у Samsung была аналогичная возможность, они бы сделали то же самое, что сделал Apple. И компания должна не только заниматься инновациями, но и защитой своих инноваций. А то, что Samsung является одним из крупнейших производителей полупроводников, поставляет их только Apple, это нормальное явление. Мне кажется, в целом это нормальное явление, что компании могут сотрудничать в одном и иметь какие-то противоречия в другом. Ну вот, как видно, что эти противоречия уже начинают распространяться уже на другие сферы. То есть вот уже Samsung говорит, что не будет поставлять чипы для первых партий iPhone. Тут интересно посмотреть, как это будет дальше развиваться. Еще что интересное, некие интересные моменты, которые привлекли мое внимание, это товарооборот с Китаем, который составил 83 миллиарда в 2011 году. Интересно то, что эта страна находится на первом месте, то есть Германия идет сразу за ней, 50 миллиардов. Что происходит? То есть неужели у нас Китай становится просто, что называется, доминирующим производителем всего? И с чем это связано? Почему именно с Китаем у нас? Потому что мы близкие, как бы, пограничные страны или что? Как вы думаете? Разве это новость, что Китай становится одним из основных производителей? Не знаю, ну, два года назад один из европейских концернов Volvo перевел почти все свое производство туда. Ну, то есть это там, как один из небольших примеров от электроники, бытовую технику, одежду. Китайцы делают давным-давно. Ожидаемое явление, что товарооборот с Китаем будет расти относительно Германии. Ну, интересно то, что у нас вроде как считается, что Евросоюз, основной наш торговый партнер, но в то же время у нас получается, что Китай один, в общем-то, в принципе, вполне себе на первом месте находится. Меня товарооборот с Китаем лично раздражает только наличие китайского чеснока на наших полках. Я вот не понимаю, в России не могут выращивать чеснок дешевле. Мы вынуждены закупать его в Китае. Ну, у нас не только чеснок закупается в Китае. Меня лично чеснок раздражает больше всего. То есть я привык, что Nike китайские, это норма. Ну, видимо, придется привыкнуть, что Volvo китайская, вот чеснок, наверное, будет раздражать еще достаточно долго. А вот чеснок раздражает, да. Ну, у меня один мой коллега сделал такое замечание, что он сказал, что постепенно смысл всей мировой экономики будет сводиться к тому, чтобы продавать друг друга товары, произведенные в Китае, по возможности выдавая их за свои. И я чувствую, что похоже, действительно, все будет именно так. Итак, у нас работает в студии телефон прямого эфира 495-6510-996. Также вы можете писать на сайт Finam.fm. Ну и, собственно, переходим к нашей основной теме. Что же лучше, работа в компании или все-таки собственный бизнес? Вы можете задавать вопросы гостям в студии, либо рассказать нам про свой опыт, про свою какую-то ситуацию. Например, если у вас была ситуация, когда вы работали на кого-то и потом открыли собственный бизнес, либо же, наоборот, по какой-то причине собственный бизнес не удался, и вы пошли работать на кого-то. На студии, я напомню, Дмитрий Шашкин, совладелец и генеральный директор интернет-гипермаркета Молл Стрит Ру и Артур Авдеенко, директор персонала компании Ситроникс. Господа, ну давайте обсудим такой аспект, как удовольствие от работы. Да, наемная работа и работа на себя. На мой взгляд, все-таки удовольствие от работы на себя, когда ты делаешь что-то для себя, оно больше. Но я готов, на самом деле, поспорить. Артур, что скажете? Мне кажется, что удовольствие можно получать от любой работы, если она интересна. Если это интересный проект, и если человек занимается чем-то осмысленным, и понимает, для чего он это делает. То есть, неважно, да, главное делать то, что нравится. Ну, конечно. Неважно, работать при этом на себя, либо на кого-то другого. Я думаю, да. Дмитрий? Мне кажется, что если эта работа по найму, и она не приносит удовольствия, надо менять работу. А вот владельцу бизнеса сложнее. Если он не получает удовольствие в моменте, или не получает удовольствие от каких-то процессов в своем бизнесе, то ему придется с этим мириться, бороться, заживаться, притираться и начинать получать удовольствие. Но можно же, допустим, закрыть бизнес и начать какой-то другой бизнес. Наверное, это зависит от стадии развития бизнеса и все-таки от количества удовольствия. Если бизнес можно продать, то он уже приносит удовольствие. Ну, это немножко другое. Удовольствие от продажи — это не другое немножко удовольствие. Это удовольствие от получения, ну, какого-то результата денежного. Приносит ли вам удовольствие бизнес mallstreet.ru? Да, в большей степени приносит удовольствие. Есть такие тяжелые процессы, которые приходится делать, но большее число таких бизнес-процессов, которые даже на этапе выстраивания, они все-таки приносят удовольствие. Я человек результата ориентированный, мне редко нравится процесс, мне больше нравится достижение какого-то результата. В своем бизнесе результатов больше, хотя они могут быть меньше, незначительные, незаметные сторонним взглядом, но непонятно самому себе, и доставляют удовольствие. Дмитрий, расскажите немножко про поводу вашего бизнеса. Вот mallstreet.ru — это интернет-гипермаркет, да? В чем, собственно, бизнес? Вы продаете товары через интернет. Купил за три, продал за пять. И потратил меньше двух. Это розница через интернет. Это розничные продажи. Мы начинали с бытовой техники, так исторически сложилось, что у меня у партнеров опыт как раз бытовой техники и электроники. Начинали с продаж в Москве и Московской области. Сейчас мы достаточно весомо развили направление детских товаров и продаем товары уже по всей России. Вы продаете не только электронику, не только детские товары, что-то еще? Пока основных направлений два. Все остальные находятся в таком зачаточном состоянии. Слишком амбициозно будет сказать, что мы продаем электроинструменты, потому что мы только начинаем. Ну, смотрите, здесь, в принципе, у вас достаточно большая конкуренция. Очень много крупных компаний, которые продают через интернет какие-то товары. То есть в чем вот соль, да, в чем ваше преимущество? Уровень сервиса, цены, работа с покупателями, с жалобами покупателей, работа с повторными покупателями. Ну, сложно одним предложением в течение 30 секунд описать все основные преимущества бизнеса. То есть у вас дьявол, как говорится, в деталях, да, и в деталях вы этот процесс делаете лучше, чем гиганты какие-то, да, известные на рынке. Нам не настолько сильно мешают гиганты. Гиганты играют по правилам, по понятным правилам. В России там Яндекс.Маркет 25 тысяч магазинов. Из них там доминирующее число работает в серую. И это абсолютно такие непрозрачные, непонятные игроки, которые не соблюдают никаких правил, в большей степени занимаются 7-минутным заработком, либо торговлей кэшем в полупромышленных масштабах. Конкурировать с взрослыми игроками гораздо проще. Там вот сейчас активно X5 запускает свой проект E5. Они тоже занимаются детскими товарами. Большая компания, белая компания. Играет по понятным правилам. То есть вы мельче, вы быстрее, вы, соответственно, более подвижней. Всегда так будет, что у кого-то чуть дороже, но они отвечают на звонок в течение 20 секунд и могут дать консультацию. У кого-то дешевле, но ответ на звонок будет через 5 минут. Хорошо, Артур. Буквально в двух словах. Бизнес компания Citronix. Количество людей, которые работают в компании. Это высокотехнологичная компания. Присутствует в трех направлениях. Это микроэлектронные решения, телеком решения, системная интеграция, общая численность персонала, порядка 8 тысяч человек в нескольких странах. Хорошо. После новостей обсудим финансовый вопрос. Продолжаем сравнивать работу в компании и собственный бизнес. В общем-то, большинство все-таки у нас, да и везде, в общем-то, работает все-таки на кого-то. Не у каждого получается сделать собственный бизнес. У нас в гостях есть человек, у которого получилось, Дмитрий Шашкин, совладелец и генеральный директор интернет-гипермаркета mallstreet.ru. Ну и, собственно, у нас есть представитель некого гиганта, можно сказать, да? Сколько человек работает, Артур, у вас? Около 8 тысяч человек. Около 8 тысяч человек. Артур Авдеенко, директор по персоналу компании Citronix. Ну, психологический комфорт и удовольствие от работы, это, конечно, вещи важные, на мой взгляд, но, тем не менее, это не все. Есть еще довольно банальный, в общем-то, финансовый вопрос, на самом деле. То есть, где можно заработать больше денег, и, кстати говоря, вот вопрос, а что важнее, деньги или психологический комфорт, эмоциональный, вот для вас, Дмитрий? Это зависит от суммы денег. Ну, в целом, я имею в виду, вот, как бы, вот, приоритеты, да, есть у человека приоритеты в жизни? Либо, как? Либо это меняется от количества... Деньги создают комфорт, это приятно, они позволяют получать больше удовольствия от жизни, жизнь ограничена, там, все мы смертны. Вы пойдете на наемную работу, если вам предложат очень много денег, или нет? Нет, сейчас не пойду. Не при каких вариантах? Не при каких вариантах, вот, на текущий момент, не при каких вариантах. А почему? У меня был достаточно успешный опыт работы по наему, я бывший генеральный директор холдинга Технопарк Борг, достаточно известный в России бренд. Проработал я в холдинге около 10 лет. Последние три года был генеральным директором холдинга, начав свою карьеру с категорийного менеджера по закупке аудио-видеотехники. Я получал огромное удовольствие, ну, вот, на этапе, когда я ушел, удовольствий стало меньше, и, несмотря на высокий доход, было четкое желание заняться чем-то своим. перейти, может быть, не на более высокий уровень, а просто на другой уровень. То есть меняется ответственность, меняется нагрузка, меняется доход, меняется все. Почему удовольствия стало меньше? Что пошло не так? Ну, два варианта ответа. Значит, я прошел испытание огнем, водой, но не смог пройти испытание медными трубами. Но, наверное, я все-таки склоняюсь к другому варианту. Медные трубы — это что, это власть? Ну, зазвездил. Ага. Ну, то есть уровень моих компетенций, как мне казалось, уже вот не удовлетворялся в той компании, в которой я работал. Достаточно часто спорили с владельцем бизнеса. Он владелец, я генеральный директор. Ну, моя внутренняя убежденность в том, что я прав, а бизнес — это его. То есть в итоге поссорились и разошлись? Или нет, не поссорились, но разошлись? Не поссорились, но разошлись. Не поссорились, но разошлись. Ага. Артур, у вас такие проблемы возникают? Вы имеете в виду в компании или у меня лично? Ну, знаете, я понимаю, о чем говорит Дмитрий. Дело в том, что у меня в жизни был момент, когда я очень серьезно выбирал между созданием собственного бизнеса и уходом в такой вот внутренний HR, в крупную компанию. И в итоге я принял решение в пользу работы в крупной компании. И, наверное, это определялось тем моментом в жизни, да, тем жизненным этапом, на котором я находился. Мне казалось рано уходить в относительно небольшой, как мне так представлял по перспективам, частный бизнес. И очень хотелось открыть для себя большой мир корпоративных свершений. Я решил уйти в крупную компанию и попытаться поделать что-то на серьезных деньгах, на серьезных масштабах с очень большими, бессилозными целями. Это было насколько давно? Это было довольно давно. И я думаю, что... Сколько лет? На тот момент, ну, лет уже, наверное, 12. 12 лет. То есть 12 лет вся эта история продолжает действовать. То есть не меняйте мнения. Знаете, мнения могут меняться. Я что хочу сказать, что удовольствие, которое может получать человек от частного бизнеса, ну, как... или наоборот, от работы по найму, в какой-то момент, ну, может сойти на нет, и человек может переосмыслить свои какие-то приоритеты жизненные. И дело даже не столько в деньгах, а при достижении какого-то уровня выходят на первый план другие аргументы. Может быть, необходимость реализовать какие-то свои мечты, которые до сих пор не мог. То есть человек научился зарабатывать и начал зарабатывать, неважно, в частном бизнесе или по найму, то количество денежных знаков, которые ему необходимы. Но он не успел и не сумел сделать чего-то другого, что для него важно. Ну, давайте чуть-чуть позже об этом, а сейчас все-таки денежный вопрос. Артур, вот в среднем сколько зарабатывают у вас сотрудники? Ну, конечно, это зависит от должности и так далее. Я не назову вам цифру, я могу сказать, что у нас совершенно рыночные зарплаты для всех категорий должностей, я вот так отвечу. То есть это абсолютно рыночный уровень заработной платы. У нас много категорий должностей, как вы понимаете, от, не знаю, программиста-тестировщика до топ-менеджера. И я могу сказать, что на каждой, по каждой категории у нас средний уровень. Мы специально этим занимаемся, мы отслеживаем рынок, у нас есть система оплаты труда и так далее, ну, как в любой крупной компании. Хорошо, Дмитрий, тогда немножко провокационный вопрос. Каков приблизительный уровень вашего дохода, именно личного? Тогда мы будем от вас отталкиваться. От собственного бизнеса? Ноль. То есть вы не зарабатываете? Бизнес развивается, интернет-бизнес в такой стадии развития убыточный, поэтому мой личный доход от этого бизнеса – ноль. То есть сейчас вы живете на какие-то запасы, да? Как-то да. Жирок, накопленный на, собственно, наемной работе. И делаете ставку на будущее. Да. Такую достаточно рискованную, но, тем не менее, очень приятную и приносящую удовольствие. Вы правы, абсолютно, да. Так, то есть у нас сейчас получается как бы 1-0 в пользу Артура, однозначно, потому что в то время, как Дмитрий делает рискованную ставку, Артур получает, собственно, ежемесячную зарплату, да, и, в общем, неплохо себя чувствует в это время, да, насколько я понимаю. Ну, а не было вот то, что Дмитрий говорит, болезнь звездности, да, то есть испытание медными трубами, вы же топ-менеджер, директор по персоналу, то есть вы в совете директоров, да, получается. Ну, условно, не в совете директоров, но на каких-то существенных, значимых должностях. Существенные должности, которые, в общем-то, тоже предполагают, что вы имеете прямых подчиненных, да? Ну, знаете, Бог миловал, работы так много, и так много сложностей и проблем, что вот пока вроде как этого не произошло. Ну, и у Дмитрия была другая ситуация, он дошел до самой верха пирамиды, он стал генеральным директором, вот, ну, а я директор по персоналу, то есть, ну, собственно. Какие амбиции есть у директора по персоналу? Делать все более интересные проекты, на больших масштабах. То есть все больше и больше людей в подчинении, да, или как? Нет, дело в том, что работа в HR очень разнообразна. Это ведь и обучение, и найм, и развитие корпокультуры. То есть огромное количество направлений и деятельности, и все это можно делать лучше, интереснее на больших бюджетах, на большего количества людей. Двенадцать лет. Не скучно ли уже? Ну, конечно, на любой работе может настать такой момент некоторой усталости, но, опять же, всегда можно переориентироваться, найти что-то еще, что делается недостаточно хорошо, и где можно придумать что-то интересное. Но важно, знаете, все-таки не придумывать, вот я думаю, что многие коллеги из HR, некоторые, окей, страдают тем, что придумывают что-то интересное, просто вот как какие-нибудь фантики. Мы ведь, HR существует для того, чтобы удовлетворять потребности бизнеса. Если ты все время созвучен своему бизнесу и все время предлагаешь ему то, что нужно, вот эта вот игра иногда на опережение, ну, как минимум нужно идти в ногу, это всегда очень интересно. Ты чувствуешь себя частью, и обязанно себя чувствовать частью единого большого организма, который делает для этого бизнеса, для этого организма самое важное, представляет самый важный ресурс людей. Я еще хочу раз напомнить, телефон прямого эфира 495-6165, прошу прощения, 10996, работа в компании или собственный бизнес. Ваше мнение, ваши истории будем рады услышать, либо вы можете писать на сайт Финам.фм, мы продолжаем общение. Дмитрий, по поводу количества работы, вот что скажете? Насколько у вас много времени занимает ваш проект? Собственник бизнеса вообще никак не ограничен экзотом и может позволить себе работать круглосуточно. То есть вы не отдыхаете или как? А менеджеру все-таки иногда приходится уходить домой. Я когда был генеральным директором, ну, тоже работал, ненормированный рабочий день, не из-за того, что меня кто-то заставлял это делать по необходимости. Как у владельца бизнеса у меня, конечно, более свободный график. То есть мне, ну, наверное, психологически не нужно ни перед кем отчитываться. То есть понятно, что и в статусе генерального директора я мог позволить себе достаточно свободный график. Кроме налоговый, да? Отчитываться перед ней все-таки нужно. С ними же, с точки зрения графика, все понятно. Ну, это да, да. То есть есть некий регламент. Как у владельца нагрузка сильно такая синусоидальная. То есть вот, ну, иногда работы настолько много, настолько много задач, которые должны быть решены в моменте, что там действительно это начинает напоминать круглосуточную работу. Иногда отпускает. По-моему, это перестало быть связано с сезоном. Это вот связано именно там с какими-то поставленными своими целями, что нужно достичь чего-то к определенному моменту, чтобы еще что-то улучшить, чтобы еще что-то оптимизировать. Раньше это все-таки была такая более сезональная нагрузка в зависимости от роста продаж. То есть получается, что у вас моменты какого-то экстра стресса чередуются с моментами некой расслабленности. То есть есть вот какая-то вот такая синусоида, да, которая… Ну, с расслабленностью я бы был аккуратнее. Смотря для кого это расслабленность, для кого нет. Ну, вот иногда просто там так, что кровь в ушах бьется и стучит, а иногда достаточно спокойный режим. Ну, например, можете пример привести, когда был какой-то аврал, когда вы работали, я не знаю, там круглые сутки или что. Как вот можно это охарактеризовать на примере? Когда нужно было выстроить систему, вернее, перестроить систему работ склада, связанную… То есть у нас очень много мелких операций, да, розничные бизнесы, там, если это 500 заказов в день, то выверено должно быть все до секунд, и вот буквально, наверное, месяца-полтора назад мы начали перестраивать систему, доделывать ее, чтобы она могла масштабироваться проще. С партнерами работали реально круглые сутки. Вот такой вахтовый метод. То есть днем ты должен делать что-то, такие какие-то свои регулярные обязанности, да, в том числе отчитываться перед налоговой, а ночью-то склад. Как семья отреагировала? Нормально, с пониманием. С пониманием. Артур, были ли у вас такие проблемы, когда надо было работать очень много и вне рамок, что называется, нормированного рабочего дня? Конечно, да, такое бывало и бывает. Насколько часто это происходит? Ну, я бы не сказал, что это регулярно, но бывают проекты, которые задают очень жесткие рамки по срокам, с очень большим объемом работы, и тогда приходится работать очень много. То есть вы, в принципе, не можете похвастаться тем, что вы можете, ну, грубо говоря, у вас есть какой-то регламент, да, работы, там, с 10 до 6, да, получается? Ну, с 9.30 до 18.30. С 9.30 до 18.30. Артур, скажите, вам нужно приезжать на работу к 9.30? Или не обязательно? Ну, вообще говоря, это желательно, когда ты работаешь по найму, конечно. Ну, как, желательно, то есть если вы приедете в 11 или в 12? Ну, зависит от причины, но это нежелательно. Нежелательно. Я бы поспорил с формулировкой, если ты работаешь по найму. Если у компании есть некая дисциплина или корпоративная культура, то владелец должен придерживаться ее же. То есть владелец не имеет права опаздывать на 10 минут, если все начинают работать 9.30. То есть показывать личным примером, как надо делать. Я могу не приехать, я могу приехать на 2 часа позже, потому что у меня встреча. То есть никто не спросит меня, не спал ли я в это время, но вот 10 минут, они будут выглядеть всегда как опоздание. Это значит, что все соблюдают, а он нет. Хорошо, Дмитрий, продолжим обсуждать эту тему после новостей. Продолжаем бизнес-класс на Финам.фм. У нас сегодня очень интересная, на мой взгляд, тема – работа в компании или собственный бизнес. С точки зрения представителя собственного бизнеса представляет Дмитрий Шашкин, владелец и генеральный директор интернет-гипермаркета WallStreet.ru. А с точки зрения крупной компании представляет Артуров Диенко, директор по персоналу компании Citronix. Ну что, господа, мы выяснили, что по времени, по свободному времени, в принципе, у нас как бы один-один получается. То есть и там, и там нужно поддерживать, постоянно быть в курсе бизнеса, если это собственный бизнес, поддерживать мораль сотрудников собственным примером. Ну а в случае какой-то компании, работы по найму, то есть некий регламент, который, собственно, прописан в том договоре, который подписываете вы, когда нанимаетесь на работу. А тут тоже, как бы, в общем-то, наверное, сильно двигаться в разные стороны не стоит. А скажите, вот, Артур, а у вас в компании как-то карается то, что, например, если сотрудник опаздывает? Вот опоздание на 10 минут, 9.30, вот вы сказали, начинается рабочий день. 9.40 приходит сотрудник, как-то это учитывается? Ну, если опоздание носит семантический характер, разумеется, принимаются меры. Для этого существуют определенные дисциплинарные процедуры. Ну, это бывает не так часто. Не так часто. Я бы даже сказал редко. Я еще раз хочу повторить телефон прямого эфира 495, это код города, 6510996. Очень простой номер, просто запомнить последние три цифры, это частота радиофинам.фм. Стояли ли вы перед выбором открыть свой бизнес или продолжить работать в компании? Звоните по телефону прямого эфира, либо пишите на сайт финам.фм, будем рады услышать ваше мнение, либо вашу историю. То есть, в принципе, насколько я понял, есть некий регламент, но тем не менее, все-таки вы смотрите, по опозданиям я имею в виду, вы смотрите на то, насколько человек часто это делает, и если это происходит регулярно, то вы, соответственно, принимаете уже какие-то меры. Ну, именно так, да. Ну, вот часто увольняете людей из-за того, что они опаздывают? Нет, редко. Редко, слава богу, это происходит редко, и люди довольно ответственно относятся к самым обязанностям. Ну, и потом, знаете, основная сложность ведь не в том, чтобы вовремя приходить на работу. Основная сложность в том, чтобы качественно, хорошо выполнять эту работу. То есть, мне кажется, не стоит преувеличивать значение вот этого фактора в работе по найму. Приходит человек на работу вовремя, 9.30, и в Facebook сразу? Ну, вот, хотя бы так, да. В Facebook? Да. Ну, кстати, есть сотрудники, которые... у вас есть сотрудники, которые делают пиар в социальных сетях? Конечно, да. У нас есть на Facebook страничка нашего корпоративного университета, и как раз в обязанности одного из моих подчиненных, из моих коллег, входит поддержание этой странички. Поэтому, когда он приходит и сразу же заходит на страничку в Facebook, я к этому отношусь более чем позитивно. Ну, а вот остальные сайты, то есть, для остальных людей сайты типа Facebook, там, ВКонтакте, открыты или закрыты? Знаете, мы... вот наша компания не придерживается политики запретов. Мы, полагаем, вот такие сети, как и LinkedIn, и Facebook, они открыты для сотрудников. Другое дело, что, в общем, если сотрудник этим злоупотребляет, то ведь это можно отследить и можно это увидеть. Но, опять же, это происходит редко. Люди много и хорошо работают. Но у вас были случаи, когда вы, например, ну, формально вы позволяете людям ходить в Facebook, да, но, тем не менее, когда у вас, например, IT-отдел говорит, что Вася Пупкин, условно говоря, провел там в Facebook уже за месяц, там, или это нам на каком-то, условно говоря, сайте с сомнительным содержанием большое количество времени, вы можете подойти, собственно, вызвать Васю и сказать ему, ну, слушай, ну, хорош. Такое бывало? Ну, бывало, да, но, кстати, сайты со всем уж сомнительным содержанием, они как раз закрыты. Ага, вот так. Но если много Facebook, то бывает достаточно сказать человеку, просто намекнуть, что вот не очень хорошо. И, как правило, люди, все здравомыслие, все взрослые люди сами для себя принимают решение, что для них важнее. Ага, у нас звонок, у нас в эфире, сейчас в эфир выведем Антона. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос или, может быть, история? Хотел задать, ну, у меня смесь вопросов с истории, дело в том, что я тоже являюсь владельцем интернет-магазина, точнее, да, тоже мелкого розницы мелкого опта. И хотел поинтересоваться, вот у гостей уже где-то больше года магазин стоит на одном и том же месте. То есть бизнес, после дела, не развивается, к сожалению. То есть развитие видим только в следующем году, а может только через год. Вопрос такой, гостям. Я вижу, что мотивация сотрудников начинает падать, потому что они видят, что у нас компания небольшая, движения по зарплате в этом году точно нет. Чтобы обещать, я уже четко ничего не могу. И мотивация их пользуется степенно на нет. Они ищут явно куда уйти в другую компанию. Спасибо. Спасибо, Антон. Наверное, вопрос скорее к Дмитрию, поскольку ситуация, в общем-то, ну, как бы где-то, наверное, пересекается. Я не услышал в прямой вопроса, но мне кажется, что при том, что российский рынок интернет-торговли, он растет там по разным оценкам от 20 до 35 процентов. Если бизнес не растет весь этот год и, может быть, будет рост в следующем году, то имеет смысл присмотреться просто к бизнес-модели. То есть, что-то не так. Хорошо расти быстрее рынка, а не расти в текущей ситуации вот в Рунете. Ну, что-то не так с бизнес-моделью. Надо просто пересматривать ее. То есть, нужно смотреть, почему товар, который, товар или услуга, который человек продает, не востребована. Это ненормальная ситуация. Хорошо, Дмитрий, а вот ваши сотрудники, я так понимаю, что они имеют некую зарплату, да? Но, тем не менее, они видят, что, ну, в общем-то, как бы бизнес пока еще не дает вот тех, как бы, не достиг еще того момента, когда, собственно, той точки, на которую рассчитывали. Вот это не демотивирует, нет? Нет, сейчас, скорее, все-таки мотивирует. То есть, все сотрудники видят рост. Это немножко перекрещивается, да, с предыдущим вопросом о мотивации. Мы, например, никак не ограничиваем заходы в интернет. Более того, не контролируем их. Система мотивации у сотрудников, у большинства сотрудников, они ориентированы на результат. То есть, ну, если есть возможность сидеть весь день в Фейсбуке или, там, на Ютьюбе и при этом добиваться, там, результата, которые требуются от занимаемой должности, то, ну, окей. Я думаю, так не бывает, ну, и, скорее всего, так не бывает. Если кто-то может это сделать, то почему нет? У меня есть пунктик с опозданиями. Я не люблю опоздания с утра. То есть, абсолютно свободный график в течение дня. Но вот на работу нужно приходить вовремя, даже если это формальность, возможно, это пунктик, там, я легализуюсь перед всеми сотрудниками, что это пунктик, и опоздать не стоит. Вот я хочу, там, в 9 или в 9.30 видеть все лица о том, что они здесь, не переживая за них. То есть, вы суровый руководитель, если можно так сказать, да? Никого не увольняли пока за опоздание. Кому-то грозили, но пока никого не увольняли за опоздание, но компания не очень большая. К скольким надо приходить? Два варианта, с 9 и с 9.30. В зависимости от должностей. А где офис, если не секрет? Недалеко от метро Дмитровская. Ну, то есть, это как бы не центр? То есть, многие добираются на машинах, стоят в пробках, выезжают в 7 утра, да? У нас есть сотрудники из Матич, им приходится тяжело. То есть, получается, что... Ну, а вы сами ездите... А мне хорошо, мне 10 минут. 10 минут. Ну, вот, кстати, сильное преимущество, на мой взгляд, собственного бизнеса. По крайней мере, владелец не будет отстаивать полтора-полтора часа в пробке для того, чтобы попасть на работу. Как-то он для себя это... Ну, мой партнер просто снял квартиру рядом, чтобы не стоять в пробках. Окей, тоже вариант, да. Артур, а у вас с мотивацией, как сотрудников, я имею в виду, то есть, чем вы сотрудников мотивируете? Крупная компания? Что это? Корпоративы какие-то? Ну, есть, вы говорите, не материальная мотивация, есть еще элемент, наверное, основной. Это материальная мотивация, как в любой крупной компании, помимо фиксированного оклада, который должен соответствовать рынку, как я уже говорил. Есть еще система премирования, которая учитывает вклад каждого работника. У каждого работника есть так называемый бонусный план, в котором прописываются его цели на квартал, на год, определенные ключевые показатели эффективности его, и в случае выполнения человек также может получить премию. Ну, это красиво звучит, на самом деле, но реальность... Это хорошо работает, помимо прочего. Реальность часто бывает другая, когда планы ставятся слишком завышенные, и, соответственно, сотрудник не может их выполнить изначально. Ну, допустим, прошлый год был хороший, ставим там плюс 30% к прошлому году, и, собственно, бизнес тормозит, и уже план не выполняется. То есть, вроде бы все красиво, но человек понимает, что он уже не может выполнить план. Так происходит, если цели устанавливаются таким авторитарным методом, но если говорить о хорошо работающей системе премирования, то прежде чем сотрудник берет на себя какие-то цели, они обсуждаются с его руководителем, обсуждается также их выполнимость, необходимое ресурсное обеспечение и так далее, и так далее. То есть, это абсолютно осознанное такое соглашение работодателя и работника по поводу этих целей. Я бы здесь немножко поспорил, почему, потому что я просто был в похожей ситуации. Дело в том, что когда тебя вызывает твой руководитель и говорит, ну, слушай, 30%, ты говоришь, нет, я не могу сделать 30%, ну, сверху, имеется в виду, там, к прошлому году, допустим, да, я не могу сделать 30%, он говорит, слушай, не, можешь, можешь. И как бы тут уже не поспоришь, понимаете, то есть, вот, как так? Да, наверное, такое бывает, более того, есть одно из правил постановки целей, цели должны быть челленджем, да, то есть, они должны представлять собой вызов, но там недостижимых, а приори недостижимых целей никто ставить не будет, потому что тогда получается ситуация, при которой мы как будто бы ставим цели, а вы как будто бы их выполняете. Если организация это нужна, ну, это будет происходить, нам же нужно достигать реальные цели, и при этом удерживая сотрудников, ценных сотрудников, которым вложено много времени, много сил и даже денег на их обучение. Телефон прямого эфира, еще раз напомню, 495, код города 65, это уже, собственно, телефон 10996. 6510996, звоните, рассказывайте свои истории, задавайте вопросы гостям. Возвращаемся к мотивации, собственно, продолжаем по поводу мотивации, что у нас с нематериальной мотивацией? Дмитрий, начинаем с вас. Как раз то, что вы обсуждали по поводу планов, ну, у меня мотивация – это мой конек, достижение планов влияло всегда на нематериальную мотивацию, то есть мне очень нравились, конечно, те подразделения, которым можно поставить, там, процент от чего-то и вознаграждать за это деньгами, премиями. А достижение плана, оно давало как раз такую нематериальную мотивацию, это, там, здесь проще говорить, наверное, о предыдущей компании, там, или о компаниях, в курсе дел, которых я вот сейчас нахожусь, там, мне кому-то помогал разрабатывать систему мотивации. Ну, реально, там, где люди заняты оптовыми продажами, очень хорошо работает мотивация, сделал план, свободный график. Ты продаешь, тебе кормят ноги, ну, как бы, ты можешь не ходить на работу вообще, кроме одного дня в неделю, на еженедельное совещание. Ну, с утра приходить в 9.30, да? Нет, 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 вот там даже в 9.30 не надо приходить, вот ты в поля, в поля, в поля, у нас есть один день совещаний. То есть, вот, ваш нюанс предыдущий, который мы говорили, что там уже не распространяется. Если график свободный, то он должен быть свободный совсем, потому что он почти свободный, это значит не свободный. Нематериальные мотивации, конечно, проще выстраивать в больших компаниях. Единственное плюс маленькой компании, это динамичность развития, она сама по себе является нематериальной мотивацией. То есть, вот, там, мы стали еще больше, мы достигли вот такого результата, результаты чаще. И они виднее, да? Они виднее, они более такие весомые, потому что, там, ну, растешь, растешь, растешь. Но в большой компании есть, банально, там, другой финансовый ресурс на проведение корпоративных мероприятий и просто людей больше. То есть, чемпионат по футболу устроить среди 50 людей можно, но среди 5000 интересней. Угу. Дмитрий, спасибо за мнение. Телефон прямого эфира 495-65-10-99-6. Продолжим обсуждать тему, работали в компании или открыть собственный бизнес после новостей. Итак, работа в компании или собственный бизнес. Что лучше, что интереснее, что доходнее. Продолжаем наш бизнес-класс, обсуждаем именно вот эту тему. Итак, ну, насколько я понимаю, господа, у нас все-таки 1.0 в пользу Артура, в пользу наемной работы. Почему? Потому что все-таки Артур имеет какой-то стабильный, да и, в общем-то, любой человек, который работает на компании, имеет относительно стабильный источник дохода, а все-таки собственный бизнес – это некий риск. Соответственно, вот, как мы с Дмитрием уже выяснили, пока что результаты только предполагаются, да? Результаты с точки зрения собственного дохода. Собственного дохода, конечно. Предполагаются и планируются. Но при этом, наверное, если все-таки все получится, результаты будут… То есть потолок… Потолка практически нет, да? Потолок очень высоко. Потолок очень высоко, соответственно. А мотивация? Кроме материальной мотивации, очевидно, есть еще нематериальная мотивация. И об этом мы как раз говорили и продолжим говорить. Вот если говорить о конкретных моментах, то есть социальный пакет какой-то, да, Артур? Подскажите, вот у вас компания, что компания платит? Ну, не то, чтобы даже платит, а что компания? Какие сервисы компания, какой пакет компания обеспечивает сотрудникам? Традиционный для рынка джентльменский набор – это добровольное медицинское страхование. Это определенные виды… Не включая стоматологию. Да, как правило. Но сотрудник может по льготным расценкам докупить эту составляющую страховки. Это всевозможные виды материальной помощи, там по разным условиям. Это сотовая связь, хотя сегодня это уже перестало восприниматься как часть пакета. Это абсолютно необходимое условие для эффективной работы сотрудника. Ну и масса других каких-то вещей. Если возвращаться к теме нематериальной мотивации, действительно, в крупной компании есть много вариантов для организации всевозможных мероприятий. Это и спортивные соревнования, и даже конкурсы, и корпоративный КВН. И вот у нас с успехом недавно прошел литературный конкурс с компанией. Мы даже издали книжку с произведениями победителей этого конкурса. То есть возможности, в общем, безграничны. Корпоратив один раз в год, правильно я понимаю? Корпоратив? Нет. Ну почему? Нет, это вообще не ограничено. Знаете, важно создать в компании атмосферу, когда людям приятно и интересно общаться друг с другом. Не только по поводу организованного компанией корпоратива, но и вне его. В компании такая атмосфера, что люди иногда сами инициируют какие-то мероприятия, сами придумывают себе какую-то тему. Иногда сами же, не знаю, собирают какие-то деньги и выезжают куда-то. Потому что это коллектив единомышленников, коллектив людей, которым приятно и интересно работать друг с другом. И отдыхать друг с другом. Это зависит от атмосферы в компании. Ну да, это как бы немножко отдельный момент. А вот вы как работодатель, что вы проводите, какие события, то есть что это? Ну, наверное, корпоратив, да? Да, конечно. Если вы говорите, да, новогодний корпоратив, день рождения компании, могут быть какие-то спартакиады, спортивные мероприятия, награждения всевозможные. Это плюс или минус? Потому что корпоративы часто проводятся в выходной день, и многие люди из моих знакомых, которые работают на крупные компании, они, в общем-то, так иногда даже негативно это воспринимают. Вроде как выходной день тратить, а вроде не прийти тоже нельзя. И вот какая-то вот такая двойственная какое-то отношение. Ну, в крупной компании всегда, наверное, найдутся люди, которые придерживаются разных мнений по поводу того, интересен или нет корпоратив. Но, опять же, это зависит от отношения людей к компании, от той корпоративной культуры, которая есть в компании. И, как правило, знаете, не возникало проблем с тем, что праздник какой-то может проходить в выходной день. Ну, похвастайтесь, где был последний корпоратив? Последний корпоратив был в одном из ресторанов города Москвы, в районе Москва-Сити. Я название, к сожалению, его не помню. Хорошо, окей. У нас на связи Александр. Александр, здравствуйте. Добрый вечер гостям. Добрый вечер. Хотелось бы рассказать историю, ну, и заодно, может быть, получить какие-либо рекомендации от гостей. В общем-то, в бизнесе всю свою сознательную жизнь наемным трудом занимался всего лишь 2-3 года, будучи наемным работником. Так. Сфера деятельности – это бытовые услуги. И если говорить о удовольствии и территории комфорта, то хочу сказать, что больше, конечно, удовольствия получаем, занимаясь бизнесом. Но на сегодняшний день лично у меня сложилась такая ситуация, что именно мой бизнес, он мне доставляет кучу хлопот и нерешенных вопросов, и заодно основная проблема – это проблемы кадров и перераспределения полномочий. То есть есть перспективы развития бизнеса, а кадровая проблема… То есть нужно делегировать, да, но некому? Да, безусловно, безусловно. И, скажем так, в трех ипостасях, как собственник, как специалист и как менеджер, то есть управленец выступаешь, соответственно, вот эти вот требования выдвигаются и на наемного работника. И если речь идет о наемном работнике, то он сразу же попадает на территорию дискомфорта, где к нему предъявляются определенные требования. И иногда, допустим, в нашей сфере деятельности наемный работник, он считает себя кормильцем учредителя. Понимаете, какая ситуация? И для того, чтобы как-то переломить ситуацию в отношениях, то есть заявляются условия о том, что мы, партнеры, оплата труда сдельная, сколько сделал, мы просто разделили это все. И еще раз повторюсь, что вот именно вот эта кадровая проблема и нерешенность этой проблемы представляет кучу дискомфорта. Как решать вот такую проблему? Александр, вопрос понятен, спасибо вам большое. Дмитрий, может быть, у вас есть какие-то советы? Кадровая проблема, она точно существует. С кадрами тяжело. Я думаю, согласитесь, у меня есть четкое ощущение, что есть хорошие сотрудники, которые стоят адекватно дорого, их очень сложно найти. Есть хорошие сотрудники, которые стоят неадекватно дорого, с ними тяжелее. Они действительно попадают в зону дискомфорта, если ты пытаешься их мотивировать на результат, чтобы платить эти неадекватно большие деньги. Ну, как бы есть все остальные сотрудники, у них нету приставки хорошие, поэтому не будем их обсуждать. То, о чем говорит звонящий Александр, это же действительно его кормилицы. То есть те, кто продают его услугу, они действительно кормят учредителя. Вопрос, наверное, проговаривать четко и расставлять границы, что да, ты мой кормилиц, ты продаешь мою услугу, но, а, я привожу сюда людей, если там бизнес такой, что вот именно ко мне в помещение, ко мне на сайт, неважно, на мой телефон звонят эти покупатели, ты продаешь, но звонят на мой телефон, я это организовал. У нас с тобой партнерство, только я старший партнер, а ты младший. Я тебе очень благодарен за то, что ты меня кормишь. Но не забудь, что я это сделал. И, если честно, то стандартная болезнь такая, вот как бы люди начинают думать о том, что бизнес это уже практически их, потому что если их тут не будет, то бизнеса не будет, но сотрудники ошибаются. Их не будет, а бизнес будет продолжать существовать. Тоже звездятся, условно говоря, временами, да? Это на самом деле действительно в прямом смысле звездятся. То есть можно, ну нет незаменимых людей. Да, это правда. Дмитрий, а скажите, вот у вас, какой у вас пакет каких-то, может быть, нематериальных поощрений? Мобильник оплачиваете? Нет, мобильник не оплачиваем. Что-нибудь вообще оплачиваете, кроме зарплаты? Вообще имеем позицию, что люди вольно тратят свои деньги как угодно. Они могут не иметь мобильного телефона, не страховать свою жизнь, не делать ничего, не ходить в фитнес-центры. Вот они зарабатывают деньги и могут тратить их как угодно. То есть понятно, что мы категорически против наркомании, алкоголизма и так далее. Но проконтролировать это невозможно. Проконтролировать это возможно только по косвенным признакам. Это карается всегда и жестко. Ну то есть это как раз однозначное увольнение. А так полная свобода. Мы платим вам деньги. Не материальные мотивации, они внутри. Если бы была возможность организовывать чемпионат по футболу, мы бы с удовольствием его организовали. Более того, у нас сотрудники в прошлом году еще регулярно каждую неделю играли в футбол сами. Сами, самостоятельно оплачивая зал. Компания единственное, что делала, это отпускала их на час раньше. Корпоратив какой был? Был ли корпоратив? Где был? Загород, пейнтбол, день рождения компании, в прошлом летом. Как-то все хорошо прошло. Пейнтбол давно такой корпоративный вид спорта. Позволяет, наверное, иноса вылить немножко. Укрепить командный дух. Одной команды против другой. У вас фитнес есть как сервис или нет? Не входит в стандартный пакет, но мы получаем очень хорошие скидки, очень хорошие предложения от различных фитнесов для сотрудников. Мы добиваемся за счет того, что у нас много сотрудников, мы можем получить специальные цены, и эти цены мы предлагаем нашим сотрудникам. Еще предлагаю такой момент обсудить, как корпоративная культура. То есть есть какие-то, что называется, мотиваторы, что ли, которые создают некую общность, то есть некие, может быть, стихи о компании. Я знаю, многие компании сочиняют какие-то такие бодрящие речевки, что-то из этой серии для людей, чтобы, на мой взгляд, это то, чтобы людям меньше платить, но тем не менее получить их лояльность каким-то образом. То есть вот мы едины, мы команда, сейчас подождите, как бы вот начнем зарабатывать, и воздастся вам. Мне кажется, что не стоит упрощать эту проблему, в том, что какая-то корпоративная культура есть в любой компании, маленькой или большой, частной, публичной, какой угодно. Вопрос в том, какой она должна быть и каким целям она служит. Вот если компания хочет быть привлекательным работодателем, привлекать лучших и удерживать лучших у себя, она должна культивировать соответствующую корпоративную культуру. И дело не в речевках, а в той среде работы, обитания, которую чувствует человек, приходя в эту компанию. Такой среде, с которой ему не хочется уходить. Коллеги, ну у нас уже практически полторы минуты осталось, и я предлагаю высказаться по вопросу, а можно ли совмещать работу на себя и работу в компании. Артур, вот вы какую политику, какой стратегии придерживаетесь? То есть вы работникам, наверное, не очень позволяете пытаться что-то там совмещать, либо вы это никак не контролируете, и покуда они исполняют свои обязанности, все нормально. Ну, здесь очень важно, чтобы коммерческие интересы сотрудника не вступали в противоречие, в конфликт с интересами компании, и, безусловно, при приеме на работу мы обращаем на это внимание. То есть это важно? Это важно. Старайтесь не брать людей, которые знаете, что могут где-то еще там что-то. Что их интересы коммерческие могут противоречь интересам компании. Хорошо, Дмитрий, как у вас в этом плане? Владеть бизнесом и консультировать другой бизнес вполне допустимо. Вопрос того, чтобы быть востребованным в таких консультациях, которые приносят какое-то материальное удовлетворение. При этом на своих сотрудников, у которых могут быть побочные интересы, мы тоже смотрим косы, это не приветствуется. Понятно, то есть здесь есть некая единодушие. Ну что, в общем, мы уже спрашивали у Дмитрия, готов ли он устроиться на наемную работу. Он сказал, что не готов. Артур, а вы готовы ли работать на себя? Все может быть. Все может быть. Хорошо, у нас программа завершается. С нами был Дмитрий Шашкин, совладелец и генеральный директор интернет-гипермаркета mallstreet.ru. И Артур Авдеенко, директор по персоналу компании Citronix. Спасибо вам, господа. До свидания. Делайте деньги с удовольствием. Спасибо. Спасибо, до свидания.